Приветствую вас! Вы знаете, вот, прочитав ваш текст, я увидел несколько важных моментов, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Вот, помимо, собственно, тех вопросов, которые вы задаете. Ну, давайте, впервые, мы всё-таки ответим на ваши вопросы, да, чтобы вам было понятно, да, вы получите ответ на свой вопрос. Значит, смотрите, первый момент, да, про родителей. Ваши родители, они, вот, жалко, что вы нигде здесь не, ну, не пишите свой возраст, сколько вам лет, сколько лет молодому человеку, вот. Значит, ваши родители, скорее всего, люди другого склада, да, и они хотели для вас аргуменового. И, естественно, что их, ваш выбор, они не приемлют в силу, так сказать, своих стереотипов, в силу своих предупреждений, в силу того, что считают, что вы свою жизнь таким образом загубите, у них есть все основания полагать, что это действительно будет так, у них есть все основания думать, что это действительно будет так, и вы правы в том, что ссориться здесь не нужно. На самом деле, ссора, просто-напросто, ни к чему здесь не приведет. То есть, ссориться не нужно, но и пытаться убедить родителей в том, что ваш брак хороший, и что он принесет вам счастье, тоже не стоит. Потому что родители взрослые люди, и вы будете самостоятельны, и работая, да, то есть, самостоятельно себя обеспечивая, вам нужно понимать, что родитель не обязательно должен принять выбор своего ребенка. А вот если вам нужно, чтобы родители приняли ваш выбор, это уже к вопросу о ваших детско-родительских отношениях, и о том, насколько вы следуете себе, своим желаниям, а не тому, что хотят для вас родители. Тут нужно понимать, что родители здесь и сейчас ваш выбор, ваш принять не в силах. Им нужно время, им нужно увидеть, что вы не сделали себе хуже, им нужно увидеть, что вы счастливы, если они, конечно, ориентированы на ваше счастье. Вот. Это требует не ссоры, не конфликта, не спора, не доказывания своей правоты, а это требует скорее постоянного, определенно направленного поведения. Вот. А так получается, что вы заставляете родителей принять ваш выбор. Это в некоторой степени эгоистично. Я понимаю, что вам, наверное, так было бы спокойнее, но тем не менее. Позвольте родителям самим решать, вправе они принимать ваш выбор или нет. Это первое. Второе. Ну вот, эээ, отец против, да, но он же вас не ограничивает, он же вас не доставляет, он же вас не принуждает. Потому что, знаете, что он не может этого сделать, он не может вас принудить. И это правда, никто не в силах вас к чему-либо принудит, принудит. Не принять ваш выбор, не одобрять его, да, это правда, это можно. Но это правда, эээ, всех людей. Дальше. А, я понимаю, что у нас не будет истинных отношений с мужем. Здесь вы, надо сказать, не правы, я повторю здесь ответ своего коллеги, Александра Полискова, вот, и могу сказать, что по какой-то причине вы не рассматриваете идею нетрадиционных видов секса, не классических видов секса. По какой причине, для меня загадка. Но, можете мне поверить, можете мне поверить, мужчина, у которого парализована нижняя часть тела, да, нижнего пояса, может доставить удовольствие от своей женщины и еще какое-то. Главное этого хотеть. Главное этого обсуждать. Это обсуждать. То есть, если ваш мужчина, ээ, действительно вас любит и он, эээ, хочет, чтобы вы были счастливы, поверьте, он доставит вам такое наслаждение, как не доставил бы мужчина, у которого все было бы хорошо, потому что он на этом заострит свое внимание. А другой мужчина этого бы не сделал. Вот. Но, это зависит от ваших моральных установок. То есть, если вы оба, например, считаете, что секс – это только классический секс, то да, вы обрекаете себя на, эээ, может, жизнь без интимных отношений. Но, на мой взгляд, это ваш выбор становиться жертвой. Дальше, эээ, значит, все же, эээ, все же могут ли из-за этого со временем возникнуть, эээ, проблемы? Ну, смотрите, найдет ребенка – да, а детей у вас, эээ, скорее всего, не будет. Правда, если вы говорите, что он, он, что вот вы писали, эээ, что он, он, эээ, может быть, эээ, может, ну, может быть, эээ, будет ходить, вот. Не помню, но вы где-то, где-то писали, это, вот. Эээ, что может у него и все нормализуется там. С другой стороны, ну, то есть, эээ, там, да, вы понимаете, о чем я говорю. Эээ, с другой стороны, у вас уже есть план по поводу детей, то есть здесь все в порядке, а что касается сексуального удовлетворения, я вам сказал. Поэтому проблем здесь, мне кажется, вообще не возникнет, если только вам, эээ, не нужен, не нужен именно классический секс, да, и так далее. Вот. А, значит, это правда ли, что колясочники не живут долго? Эээ, нет, не правда, на самом деле колясочники, они могут даже жить дольше, потому что, эээ, при парализованности, да, соответственно, эээ, тело меньше функционируется, соответственно, в меньшей степени изнашивается, и, соответственно, человек дольше живет. Вот. Это можно видеть, так как очень многие колясочки выглядят более, более, более молодо, чем они на самом деле есть. Вот, значит, говорить о том, что вы выбираете каких-то дефективных, эээ, потому что вы, эээ, сами при этом, я не буду. Меня, как психолога, конечно, интересует, почему вы, эээ, сами об этом подумали, откуда такая реакция, откуда, откуда такая защита имеет место быть, но не буду. Так, эээ, значит, я пыталась наладить отношения, он не хотел справляться с твоими проблемами и рассталась. Так, он тоже человек. Вы знаете, Алиса, опять же, эээ, вот как психолог. Эээ, если вы знаете, что он человек, что он тоже человек, вы бы этого всего не представляли. У меня такое ощущение, что вы, эээ, сомневаетесь в самом, в своем выборе. И, дело здесь не в том, что вы его не любите, я верю, 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 что вы его любите. А, дело здесь, может быть, в том, что вы недостаточно много времени места плавали. Вот. Что это, поживите с ним. Поживите. Поживите. Ага, научитесь друг другу доставлять удовольствие. Да? Вот. Узнаете между друг другом. И, с вами вы будете точно знать, что он человек. Вам не потребуется в этом кого-то убеждать. 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 И, вы будете знать, что, если кто-то, эээ, такого человека обесценивает, то, у этого человека проблемы, а не у вас. Эээ, к чему мне надо быть готовым? Эээ, значит, можете доказать, как специалисты. Ну, я бы сказал, что, по большому счёту, вам нужно быть готовым к повышенному вниманию. Вот это вот, эээ, пожалуй, единственное, что, реально, эээ, изменится ваша жизнь. Ну, имеется в виду, так, серьёзно, серьёзно изменится. Потому что, эээ, ну, по дому, эээ, он не будет вам помогаться. Да? То есть, вам придётся занимать, эээ, достаточно, эээ, такую активную роль. То есть, там, знаете, такая мужская работа, как забить гвозди, там, вот это починить, что-то там, помочь вам всем-то тяжёлым. Эээ, этого, скорее всего, не будет. Вот. И в определённый момент вы можете почувствовать себя недостаточно женственной. В определённый момент вы можете почувствовать себя недостаточно женщиной. В определённый момент вам захочется почувствовать мужскую силу так, как она есть. То есть, ну, в привычном классическом её понимании. Вот, и лучше бы вам, конечно, сразу вот эти вот аспекты как-то прояснить, да, то есть, как будут решаться такие бытовые проблемы, как они будут реализовываться, какое у вас к этому отношение, вот, и, в принципе, я думаю, что на этом, на этом перечне того, к чему вы должны быть готовы заканчиваться, вот, но остальном всё будет то же, то же самое. Вот, понимаете, какая история? Мне кажется, мне кажется, что здесь у вас есть несколько проблем. Первая проблема – это проблема детско-родительских отношений, я уже сказал. То есть, вы хотите, чтобы родители вас поддерживали, вы хотите, чтобы родители вас одобрили, и они этого не не сделают, потому что у них своя реальность, вот, у родителей, у ваших, вот. И на это, на то, что они вас поддерживают, я бы не рассчитывал. Вместе с тем, вместе с тем, я бы обратил существенное внимание на то, чем для вас так важно их принять. Потому что, потому что, кажется мне, что делаете вы это скорее для себя, нежели, чем для них. То есть, вам нужно, чтобы вас, грубо говоря, приняли такой вот, с вашим выбором, да, и так далее. И здесь мне представляется, уместным сказать, что родители не должны и удовлетворять ваши желания. Они не должны действовать и вести себя так, как это хотите вы. Вот. Я надеюсь, что вы этот аспект примете. Если есть какие-то проблемы там, ну, в этом, то я думаю, что с этим можно будет разобраться отдельно. То есть, посмотреть отдельно, с чем это связано. Вот тут, вариантов, причин может быть много, вот. Я думаю, всех их не предугадать. Да и, в принципе, мне кажется, что и не нужно это делать. Второй момент, второй момент. Это момент отношения к интиму. То есть, вы проявляете какую-то очень странную, на мой взгляд, поверхность. Вот. В том плане, что вы игнорируете важные, очень важные, важные элементы интимной жизни людей. Вот. И такое впечатление, что, я не знаю насколько, но ограничиваете себя, своё восприятие и широту, скажем так, данных взгляд. А с чем это связано, что вы так поступаете, я, честно говоря, не знаю. То есть, либо здесь у вас действуют какие-то, опять же, ограничения, которые, возможно, идут от родителей, да, либо вы просто об этом не подумали, либо у вас есть какой-то стереотип относительно этого. То есть, я здесь, честно говоря, не знаю, но думаю, что при необходимости это можно изучить. Потому что, я понимаю, что секс для вас не так важен, я понимаю, я понимаю, что вы не заморочен на нём, но тем не менее. Потребность это важнее, ничем она не хуже других потребностей. И, соответственно, обесценивать эту потребность, ну, мне кажется, достаточно неправильно. А следующий момент, который я хотел бы сказать, это то, что вы хотите узнать подводные камни. То есть, как бы, хотите себя, ну, скажем так, обезопасить. Вот. И это, на мой взгляд, достаточно странно. То есть, вот в чём, в чём вы видите для себя угрозу, конкретно для себя. Вот. Слег, мне кажется, это очень важный аспект. Потому что из этого можно сделать вывод, что вы, ну, недостаточно хорошо знаете, например, своего молодого человеку, вот, недостаточно хорошо его изучили. Вот. И, в общем-то, есть, ну, возможно, скорее всего, есть некие проблемы у вас во время пророждения. То есть, ну, либо вы, значит, спешите очень сильно, да, торопитесь. Отчасти, потому что у вас там, например, родители, может быть, подгоняют, вот, может быть, что-то ещё. Вот. Здесь, конечно, если бы это так, то спешить не нужно. Потому что, там, что, решение о спадбе, спадбе, это важное решение, и было бы лучше, если бы вы приняли его непропяст и будучи уверены в том, что это действительно то, что вы хотите. И тот, кого вы хотите видеть, значит, в качестве своего мужа. Я не обесцениваю ваш выбор. Я просто хочу сказать, что мне показалось, что вы торопитесь. Вот. Именно торопитесь. Вот. А я не думаю, что это, ааа, хорошо. В любом случае. Вот. И я не думаю, что это может пойти вам на пользу. Тот факт, что вы торопитесь. Вот, в принципе, в принципе, помимо вашей неуверенности в себе, да, и помимо того, что вы, вероятно, сомневаетесь в своём выборе, который вы сделали, да, ну, опять же, по ряду причин. Вот, помимо этого, я думаю, что больше вам, в общем-то, сказать особо и нечего, потому что в остальном я полностью с вами во всём согласен. Вот, единственное, что мне кажется, что вы не совсем представляете, с кем вы имеете дело, потому что нуждаетесь, как бы это сказать, в подтверждении, подтверждении того, что ваш мужчина, да, это человек. Вот, ну и кажется, что это не случайно. Вот, но эту проблему достаточно легко решить, вот, так что здесь, я думаю, трудностей не возникнет. Вот, ну и хотел бы поддержать своих коллег в том, что вы не консультируетесь сейчас, да, вот, хотел бы поддержать своих коллег в том, что на данный момент вы просто озвучили ряд вопросов, вопросов, которые, в свою очередь, порождают. А ещё вопросы, вот, как, опять же, правильно вам сказали мои коллеги, вот, и всё это требует изучения. Всё это требует изучения, всё это требует исследований. И для полноценной консультации вряд ли такой формат можно назвать подходящим, к сожалению. Вот, но надеюсь, тем не менее, что на ваши вопросы я ответил, я постарался сделать это максимально полно. Вот, и, ну, я надеюсь, что это хотя бы часть вопросов ваших сняло. Вот, а если, соответственно, ещё какие-то вопросы будут, то с радостью я думаю, я думаю, что мы вам поможем. Вот. Поэтому вы молодец, что доверяете своим чувствам, вы молодец, что не позволяете стереотипам лишать вас счастья, вы молодец, что не обращаете внимание на внешнюю сторону, обращаете внимание больше на сторону, все-таки, духовную больше. Вот, вы молодец, я думаю, что у вас всё будет хорошо, потому что, ну, у духовного развитого человека по-другому быть не может. Вот, ну, а трудности и моменты слабости бывают всех, у всех это, к сожалению, нормально, с этим ничего не поделать. Вот, для этого есть и психологи, чтобы, эээ, насчёт поддерживать, эээ, насчёт, в том случае, если вот такие проблемы будут. Вот, я желаю вам удачи, я желаю вам всего доброго, если у вас остались вопросы, я с радостью, эээ, вас проконсультирую, эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...